На минувшей неделе на тепловых сетях Иваново и Кохмы произошло сразу несколько аварий. Кто грамотно справился с форт-мажорной ситуацией, а кто нет, в понедельник разбирался Станислав Воскресенский. Для начала он посетил ТЭЦ-3 и пообщался с энергетиками. Я правильно понимаю, что в Кохме можно было не отключать дома? В Кохме нельзя было отключать дома, в Кохме дома должны были остаться включенными. При этом с нашей стороны по обратному трубопроводу давление на всех домах было подано. В городе Иваново вчера была авария, она устранена, правильно? В городе Иваново авария устранена. Но тепловые дома вы не отключали? Мы дома не отключали. Это зона действия и в городе теплоэнерго, но мы с ними взаимодействуем конструктивно. С нашей стороны была команда не отключать дома, закрыть только прямые трубопроводы, а ставить на обратно и пользоваться горячей водой. Скажите, в Кохме вот эту трубу заменили кусок? Мы заменили участок между камерами Т9 и Т10, полностью до порядка 100 метров, прямой трубопровод диаметром 80 метров. Там сейчас новая трубопровода? Там новая трубопровода. То есть мы спокойны, чтобы зимой? Там дефектов никаких не будет. Аварию на 5-й Калиновской в Иванове устраняли в ночь на понедельник. На выходные без отопления остались 46 многоквартирных домов, а также школа и два дошкольных учреждения. Отчет с места ремонтных работ в Инстаграме ввел Владимир Шарыпов лично. На случай новых прорывов даже планировали организовать временный пункт пребывания людей с горячим питанием. В итоге систему заполняли дважды. Второй раз, к счастью, оказался удачным. Оперативную работу Ивановской администрации ценил губернатор. В городе Кохмар, в городе Иваново все последствия устранены. В Иваново вообще неплохо отработали. Полностью было выстроено взаимодействие с Т-плюс и в гортеплом. И я так понимаю, сейчас тепло в домах есть, да, Владимир Михайлович? Да, есть тепло в домах. Пока 4 заявки только у нас на завоздушивание. С ним справимся до обеда. Регламент работы Ивановской мэрии в условиях ЧАЭС другим главам рекомендовано взять за основу. В понедельник в Иванове объявлен режим повышенной готовности. На случай новых ЧП. Впрочем, энергетики успокаивают. У них ситуация под контролем. У нас два трубопровода. Прямая и обратная вода. С прямой системой водоразбора нам позволяет отключить только один и оставить дома под давлением. Пока дома под давлением. Если на улице будет там температура ниже, чем мы ожидаем, просто мы попросим жителей открыть горячую воду в домах, поставив их на, что называется, на циркуляцию. После чего это будет снято у них с оплатой, для того, чтобы они не волновались. Это когда какие-то критические ситуации возникают. Но ситуация по состоянию на вчера, это не более чем штатная ситуация для ПАОТ и Плюс. Мы абсолютно ее управляли и понимали, что никаких размораживаний, замораживаний, просто они невозможны. Процент износа магистральных сетей в Иванове и Кохме порядка 50%. Сейчас тепловики еще раз пройдутся по всем участкам, которые показали себя как ненадежные в предыдущие годы. О проблемах с отоплением Ивановская администрация просит сообщать по телефону горячей линии. 30-00-61. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Все устроено, когда у человека...